Дорогие друзья, привет всем! Отдельный привет и поздравление девушкам, которые нас сейчас слушают. У нас на канале не очень много девушек. До какого-то момента это был даже самый сексистский канал всего мирового YouTube, так мне кажется. Было 99% и одна еще десятая мужчин. Но после Тёмы Лебедева девушки прибежали. Поэтому мы всех девушек поздравляем с 8 марта в подарок. Вот вам Миша, Миша, Мишенька. Вы давно просили Мишеньку? Вот он сейчас запишет одну задачку, а мы ему пожелаем хорошо выступить на двух серосах, на которые он попал. По информатике и по математике. Хвостун. Давай, расскажи. Короче, задача с МОШа. Это Московская Олимпиада Школьников по Программированию. Она проходила 23 февраля, в День Защитника Отечества. Вот мы записываем разбор как бы 8 марта. Ну, не всех задач, только Сшки. Все остальные были на Code of Force. Кто знает, кто не знает, я не знаю. Значит, задача С. Дано три числа. Б, Н и Н. Человек загадывает число длины ровно Н символов, тут Н символов, в Б-ичной системе счисления. Из чего уже ясно, что и Б, и Н натуральные. Ну да. Вот. И причем, если Н не равно одному, то первая цифра, очевидно, не ноль. Ну, то есть, например, число 0,3 нам не подходит, а число просто ноль подходит. Ну и 10 подходит. Вот. Да. Дальше. И мы должны понять, сколько позиций в этом числе цифр. За один ход мы можем открывать позицию в этом числе, узнавать, какая цифра тут стоит. Вот. И нам нужно понять, сколько минимум позиций нам нужно гарантированно открыть, чтобы понять, делится это число на Н или не делится на Н. Тем самым, Н тоже целое положительное, то есть, ныральное число. Вот. Хорошо. Эта задача, на самом деле, не очень сложная, но в ней надо ифать кучу случаев. Ну, разбирать кучу случаев. Вот. Как мы это делаем? Кто хочет сам подумать, в данную секунду ставьте ролик на стоп. У меня, кстати, по ней 98 баллов, так что я тоже это не смог сделать. И я тоже, решая, упустил там кое-какие случаи. Упустил. Я сразу понял, как правильно решать, но вот неряшливо мне, наверное, 90 дали бы. Вот. Первый случай. m равно одному. Если m равно одному, мы знаем, что любое число делится на 1. Поэтому мы точно знаем, что оно на него делится, и нам нужно вывести 0. То есть, мы можем никакие цифры не узнавать. Хорошо. Дальше. Второй случай. Если m не равно одному, но при этом n равно одному, тогда у нас может быть число 0, а может быть число 1. Ну, я забыл сказать, что b у нас как минимум 2. Иначе задача вообще очень странная. Вот. Ну, мы тогда заметим, что 0 делится на m, а 1 не делится на m. Очевидно, раз m больше 1. И нам придется узнать эту цифру, а больше других цифр нет. И, значит, ответ 1. Это я, короче, выписываю предположение, что мы вот эти случаи уже рассмотрели. Вот. Значит, если m равно 1, ничего узнавать не надо. А если n равно 1, m уже с этого момента больше 1, но если при этом еще и n равно 1, то вот так. Да. В дальнейшем оба больше единицы. Следующий случай. Давайте посмотрим, какое максимальное число мы можем записать вот таким способом. У нас как бы n позиций. Следовательно, у нас число будет как максимум вот такое. Просто, ну, на каждой из этих позиций стоит b в какой-то степени. Вот. Но тогда, если у нас m больше... Это на каждой позиции стоит остаток. И максимум, что можно сделать, это на всех поставить b-1. Ну, просто если мы вот тут поставим единицу, а тут все нулю, у нас получится b в степени n. А эти все числа, очевидно, меньше, и мы их все можем получить. Вот. Значит, тогда, если b больше либо равно, чем... m больше либо равно, чем b в степени n. Тогда нулем оно уже быть не может, потому что n не равно 1. Мы этот случай уже рассмотрели. И, значит, ни одно из этих чисел не делится на m. Ну, просто потому что они все меньше, чем m. И, следовательно, в этом случае нам нужно... Нам снова ничего не нужно рассматривать, мы выводим ноль. Вот этот случай я, кстати, проглядел. Вот. Дальше. Там еще один будет нюанс, но об этом чуть позже. Какая основная идея? Мы заметим, что если у нас m меньше, чем b в степени n, тогда нам нужно найти такую первую степень b, что она делится на m. То есть найти такую минимальную k, такую минимальную k, что b в степени k делится на m. k минимальная. Ну, если его нету, то как бы можно его прижимать в бесконечности. Вот. Если они взаимопростые, например. Хорошо. И теперь заметим, что если вот это число делится на m, то, во-первых, все b в больших степенях делятся на m, очевидно. Да. И, во-вторых, какая цифра там стоит, нам ни на что не влияет. Просто потому, что мы прибавляем, наш остаток по модулям не изменяется. То есть в разрядах, начиная от k и в следующих, более высоких, нам ничего не надо знать. Да. Значит, вот здесь, если вот тут k как бы, нам уже вообще не важно, какие цифры, нам про них спрашивать не надо. Хорошо. Что с меньшими разрядами? Я утверждаю, что мы про них, про всех должны спросить. Потому что пусть мы не спросили про какой-то разряд с номером... L или... Ну, не очень люблю буквы L, но ладно, пусть будет L. Вот. Тогда... Давайте найдем такое число, что оно нам подходит, и оно делится на m. Докажем, что оно вообще есть. Первый случай, когда b в степени n минус 1, меньше же равно, чем m, меньше, чем b в степени n. Тогда просто число m само делится на m, и оно нам подходит. Вот. Если же оно... Это первый случай. Второй случай, когда m меньше, чем b в степени n минус 1. Ну, а тогда заметим, что у нас вот в этом интервале, вот, b в степени n, оно... Сейчас, блин. Ну, ладно, я, наверное, эти случаи уже сотру. Да, стирай, стирай. Еще страшно было рассмотреть. Все хорошо, все хорошо. Вот. Да, если b вот в этом диапазоне, то его же записываем. Тогда заметим, что b в степени n, оно больше и равно, чем 2 умножить на b в степени n минус 1. Потому что b хотя бы 2. Вот. Но тогда у нас диапазон с b в степени n минус 1 по 2 на b в степени n минус 1 точно попадет в число m, так как оно меньше, чем b в степени n минус 1. Вот. Это вроде понятно. Хорошо. Но тогда у нас найдется подходящее нам число, которое делится на m. И заметим, что вот это самое b в степени n, которое мы сейчас рассматриваем, это b, это l. Вообще, l плюс 1 разряд, но не важно, короче. l плюс 1, потому что первый разряд это нулевая степень, в смысле, да? Ну, короче, b в степени n минус 1 получается. А. Вот. Он не делится на m, потому что, ну, по определению. Но тогда, когда мы его прибавим, или вычтем, если, соответственно, у нас максимальное число, мы всегда можем либо прибавить, либо вычесть, потому что либо у нас максимальное число, оно хотя бы 1, и мы можем сделать на 1 меньше, либо мы прибавим просто. Вот. И, соответственно, у нас, так как тут есть остаток, а там не было, у нас станет остаток, и у нас число уже не будет делиться на m. Вот. Но тогда, если мы его прибавим, тогда мы можем взять, на самом деле, вот это число, которое делится на m, и как бы все цифры отмечать, как в нём. И если мы не спросили, парай, эльф и разряд, то мы не узнаем, какое там число стоит, которое делится, и которое не делится, соответственно, прибавлением или вычитанием b, c, 3, 1, 1. Вот. И, собственно говоря, всё. Значит, нам придётся про него спросить, значит, нам придётся спросить про все разряды, которые меньше либо равны. Меньше, чем k, просто меньше, чем k. Вот. И ответ k, ну, найти это можно просто бинт поиском по ответу с помощью быстрого возведения в степени за быстрое. Кстати, вот тут есть один момент, да, что может быть нам повезёт как-то так, что мы много как бы пооткрывали, остался там один разряд, и вот внутри него уже у нас никак делимость n не получится. То есть, в некотором случае получится, что нам нужно меньше информации. Да. Но нам-то нужно гарантированно знать, сколько гарантировано. Вот. Есть одна проблема. Вот. Это тот нюанс, про который я сказал. Я просто позже разберу. Если у нас b равно 2, тогда заметим, что первый разряд нашего числа, мы уже знаем, он точно единица. Так как у нас больше, n больше, чем 1, это уже стёр. Вот. Нуля-то быть не может, и больше числа быть не может. Тут точно единица. И тогда, если мы получили ответ, что нам нужно просмотреть все разряды в нашем числе, это на самом деле неправда, потому что мы точно знаем, что стоит тут. И тогда ответ будет, соответственно, n-1. Ну да, то есть для двойки все ответы на единицу уменьшаются, потому что наше знание первого разряда. Это тоже надо было не забыть. Ну, короче, не очень приятная задача, но вот такая. Но зато на теорию делимости и хорошее прям в ней плавание, плавать надо. Это и математика, и информатика заодно, да? Это информатика была? Ну да, это задача по информатике. Во, видите, ну на самом деле как бы задача чисто по математике. Ну, общем, он получился очень математический в этом году. Классно. И Миша занял второе место в Москве, да? Ну да, мне скорее повезло, конечно. Ну, точнее, точно повезло. Ну да, иногда на некоторых олимпиадах чуть больше, на некоторых чуть меньше. Вот на открытой я пробовался. До встречи на канале!